Уловки телефонных мошенников, как правило, однообразны. Однако тысячи людей ежедневно становятся жертвами этих любителей легких денег. Вот и четинцы не стали исключением. В конце февраля в УФСИН стали поступать звонки от граждан, подвергшихся телефонному вымогательству. В ходе следствия выяснилось, что на этот раз речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Тему продолжит Светлана Тулунова. 22 февраля в приемное бизнесмена Абу Арчакова раздался странный телефонный звонок. Звонил сам генерал-майор Управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Калинин. Звонившего соединили с предпринимателем и разговор состоялся. Сказал, что им нужно срочно этапировать 84 человека, больных туберкулезом. И денег у них на это мероприятие не хватает, что обратились они практически ко всем значимым фирмам нашего города. И деликатность просьбы заключалась в том, что деньги эти нужны были очень срочно и наличкой. А какую сумму он попросил? Вообще обозначена была сумма порядка 600 тысяч. Однако этот номер у лжегенерала, что называется, не прошел. По иронии судьбы, компания Абу Ахметовича накануне как раз тесно сотрудничала с Уфсином. И поэтому ее директор прекрасно знал, что человека ни с такой фамилией, ни с таким званием в службе исполнения наказаний нет. Именно так правоохранительные органы впервые узнали о мошеннике, представляющемся фамилией Калинин. В конце февраля 2012 года в отдел собственной безопасности Уфсин России по Забайкальскому краю стали поступать телефонные звонки от граждан нашего города с вопросами, действительно ли нужна финансовая поддержка осужденным для лечения туберкулезных больных и этапирования спецконтингента. Обзвонив более 20 читинских индивидуальных предпринимателей, некоторых из них ему удалось убедить необходимости расстаться с деньгами. Таким нехитрым образом преступник заработал несколько десятков тысяч рублей. Точная сумма сейчас устанавливается. Но чтобы, что называется, не светиться самому, потребовался посредник. Им стал обычный водитель одного из городского такси. За скромное вознаграждение в размере 2000 рублей с каждого сбора таксист оставшуюся сумму перечислял на личный счет своего работодателя. Но на этом деятельность предприимчивого Калинина не закончилась. Со своего номера он обзванивал владельцев карт Сбербанка и, представляясь его сотрудникам, объяснял, что в системе произошел сбой, поэтому их карты будут заблокированы. Жителям предлагалось перевести деньги на указанный счет. В результате многие, не раздумывая, шли и снимали деньги со своих карт. На данный момент водителя такси уже задержали. Сейчас он находится под следствием. Лично же самого Калинина, как и его местонахождение, пока не установлены. Но, по словам сотрудников полиции, в случае задержания наказание его ожидает весьма серьезное. Светлана Тулунова, Александр Власов, Сергей Рычков. Риме новостей. Руководство УФСИН по Забайкальскому краю обращается с просьбой к жителям города обо всех телефонных звонках подобного содержания сообщать на телефон доверия 36 40 57 либо в дежурную часть 36 40 19.